Также из тех вопросов, которые затрагивают наши ученые, это что является лучше. Да, является желательным совершать дополнительные ночные намазы в месяц Рамадан джамаатом. Однако, что является лучше, совершать их джамаатом или же совершать их в одиночестве дома? В этом вопросе среди ученых есть разногласия. Одна группа из них сказала то, что совершение их дома лучше. Опираясь на общие хадисы Мухаммада, где он сказал, «Наилучшая молитва человека – это молитва, которая была совершена дома, не считая обязательной». И ученые говорят, молитва Таравих не считается обязательной, значит, совершение ее дома является лучше. И как сказал Мухаммад, это наилучшая молитва, которая была совершена дома. Или же хадис, где Мухаммад говорит, молитва человека в его доме превосходит добровольную молитву перед людьми, так же, как молитва человека в джамаате, обязательно имеется в виду, превосходит намаз одного человека. Другая же сторона ученых сказала то, что нет, лучше совершать саляту Таравих вместе с молящимися в Рамадан, в мечетях, группой, джамаатом. Опираясь на другие хадисы Мухаммада, где сказано то, что поистине человек, который совершил все молитвы вместе с имамом, то есть до тех пор, пока имам не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь. И опирались на хадисы с подобным смыслом. Из тех, кто считал то, что совершить намаз с джамаатом в первую треть ночи лучше, чем совершить его в одиночестве, в последнюю треть ночи, это, допустим, имам Ахмад, который говорил, «Сунна туль мусульмин ахаббу иляя», то есть «сунна мусульман, обычай мусульман, намного любимей для меня». То есть совершение этого намаза с джамаатом намного любимей для меня, чем совершать его в одиночестве. Из современных же ученых этого мнения придерживался шейх Аль-Аль-Бани, рахимахуллах. Шейх же, допустим, Мукбиль бнухади, аль-Вади, и рахматуллахи алейх, придерживался иного мнения. Но как бы то ни было, не тот, кто совершает джамаатом, не тот, кто совершает в одиночестве дома эти намазы, не заслуживает никакого упрека, не заслуживает никакого порицания. И обе эти группы людей, иншааллах, будут входить в ту категорию людей, о которых было сказано, «Тот, кто выстаивал рамадан, иманан вахтисабан, с верой и надеждой гуфер, аль-Ахума та-каддама мильданбих, будет прощено ему то, что предшествовало из его грехов». Поэтому мусульманин должен учесть свое состояние, где он будет более сосредоточен, где он будет более смиренен в своих молитвах, и отдать этому предпочтение. «Валлаху та'ала А'лам».